Всем привет, сегодня у нас на техническом обслуживании амортизационная вилка для фэтбайка Рокшекс Блуута. Для снятия штанов с вилки для начала нужно повернуть ручку регулятора отбоя против часовой стрелки до упора. Это настройка полного открытия отскока. И извлечь ее. Далее выкручиваем болты, удерживающие штоки масляного и воздушного демпфера в штанах. Перед извлечением ног из штанов требуется открутить крышку воздушного клапана и спустить воздух из воздушной камеры путем нажатия на клапан шредера. Так как при сборке вилки шток картриджа очень плотно входит в штаны, при разборе нам понадобится длинный болт с подходящей резьбой для извлечения картриджа из штанов. Аккуратно вытаскиваем штаны, во избежание пролития находящегося в них масла. Очищаем ноги от старой смазки и грязи. Ноги-вилки выполнены из алюминия, их диаметр составляет 32 мм. Покрытие ног выполнено по технологии Fast Black. Данное покрытие ничем не уступает всем известной Кашима. Это твердоанодированная поверхность. В ней используется смазывающий десульфид молебдена, нанесенный посредством электрической индукции в миллиарды микропор на поверхности твердоанодированного алюминия, для лучшей смазки и меньшего стирания и износа. Откручиваем болт, удерживающий рычаг регулятора блокировки хода. Тут установлен Dempfer Motion Control DNA с регулировкой сжатия до полной блокировки. Откручиваем воздушный клапан головкой на 24, перед этим убедившись в отсутствии давления в воздушной камере. Извлекаем масляный картридж без резких движений во избежание повреждения сальников. Сливаем старое масло. Для минимизации остатков масла в ноге рекомендуем имитировать работу масляного картриджа. Далее вынимаем картриджи из ног. Для этого воспользуемся съемником стопорных колец. Перед снятием стопорного кольца рекомендуется вставить штоп-картриджи в ногу для предотвращения царапин на валу, они позволят воздуху пройти через головку уплотнения в нижнюю часть штанов, а также снизить эффективность воздушной пружины. Аккуратно вынимаем картриджи не повредив сальники об острые края. Разбираем картриджи для тщательной очистки от старого масла и возможно находящейся в ней алюминиевой стружки. Пневматическая пружина Solo Air позволяет заполнять обе воздушные камеры через один клапан для сбалансированных положительных и отрицательных камер, это создает идеальное равновесие с давлением воздуха вашей вилки. Со внутренней стороны ноги проточена небольшая канавка, которая в состоянии покоя находится напротив поршня и через которую обе камеры сообщаются напрямую фактически являясь единой. При работе вилки поршень сдвигается и разделяет общую камеру на две независимые. У воздушного клапана имеются проставки для контролирования прогрессивности конечного хода вилки за счет уменьшения объема воздушной камеры. При прочих равных, амортизаторы с большой воздушной камерой сжимаются легче, с менее резкой прогрессией в конце хода. Амортизаторы с малым объемом сжимаются жестче, с характерной резкой прогрессией в конце хода. Контролируя объем воздуха в пружине, вы можете изменять характеристику естественной прогрессивности сжатия воздушного амортизатора. Особенно важна данная возможность для очень легких или очень тяжелых райдеров, вес которых лежит на границе диапазона, под который обычно проектируются и настраиваются амортизаторы. В воздушно-масляных вилках демпфером является масло. Когда вилка движется вниз, масло быстро перетекает через открытый внутренний клапан. При возврате вверх, этот клапан закрывается, а масло медленно просачивается через маленькие отверстия. Настройка скорости отскока осуществлена за счет изменения сечения, через которое проходит масло. После полного разбора очищаем все части изопропиловым спиртом и собираем в обратной последовательности. Перед установкой смазываем все соединения консистентной смазкой Liquid O-Ring PM600. Вставляем масляный картридж до характерного щелчка, должна появиться канавка для стопорного кольца. Возвращаем на место стопорное кольцо. Аккуратно вставляем воздушный картридж до упора, не повредив сальники об острые края. Заливаем масло Motul 4 Coil Light 5W Synthetic в объеме 106 мл по мануалу. Возвращаем на место картридж сжатие Motion Control DNA. Затягиваем динамометрическим ключом с усилием 28 Нм. Возвращаем на место воздушный клапан. Затягиваем с тем же усилием до упора. Вставляем аккуратно ноги в штаны, не повредив пыльники и буушинги. Болтами фиксируем шток картриджа отскока и воздушный картридж в штанах вилки. Затягиваем данные болты с усилием 7 Нм. Возвращаем на место регулятор отскока до характерного щелчка. Закручиваем регулятор блокировки и сжатия. Накачиваем воздушную камеру насосом высокого давления согласно мануалу, исходя из веса райдера. Закручиваем крышку воздушного клапана для предотвращения попадания пыли грязи в клапан шредера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...